Всем доброе время суток! Вы слушаете радиостанцию МОТОРАДИО В эфирной студии традиционно по пятницам наш самый главный городской эксперт Ну отвлекитесь мужчина от смартфона Наш эксперт Дмитрий Попов Вы можете лицезреть его физиономию довольную По нашему видеотрансляционному каналу на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте Дима, приветствуем! Привет всем! Как дела? Спасибо, идем дальше Ну что-нибудь случилось за время нашего последнего? Никогда, в этой стране порядка не будет никогда Страна вечно зеленых помидоров Все время вспоминаются какие-то цитаты из фильма с Абдуллом Который смотрит в бинокль и говорит Страна непуганных идиотов Почему? Да, ложечки украл и не побрезговал Почему? Откуда? Что такое? Значит, помимо заявленных тем, касающихся борьбы с пьянством в ГИБДД Где-где-где? В ГИБДД или ГИБДД борются? В ГИБДД решило бороться с пьянством на дорогах Среди своих? А я думал среди своих Нет, ты знаешь, я тебе хочу сказать Когда я эту новость прочитал То я первым делом скинул руки к небу и сказал Как опять? Между прочим, у нас объявлено официально У нас идут ролики социальной рекламы О том, что в эти выходные дни ГИБДД Петербурга проводят рейд Как раз на предмет ловли пьяных водителей Провело бы ГИБДД Санкт-Петербурга Рейд на предмет наличия мозгов Им бы цены не было Вот, особенно если бы они, так сказать, нашли мозги Значит, вторая тема Из темы, которая все ли готова к началу приема экземов Резко вырождается в тему страсти по автодрому Потому что сегодняшний, вчерашний день Я должен сказать Это просто какой-то экзаменационный трэш Ну, а хотелось бы начать с истории Не то чтобы веселой, а грустной Почему я говорю, что страна вечно зеленых помидоров Вот у нас существует по Конституции Три ветви власти Это исполнительная власть Президенты правительства Судебная власть Верховный суд И Конституционный суд И законодательная власть Это Федеральное собрание Совет Федерации И Государственная Дума Я все время для себя думал Что люди, которые сидят в Федеральном собрании И в Совете Федерации И в Государственной Думе Должны обладать каким-то минимальным набором Юридических знаний Ну, микроскопическим набором Так сказать, который рождается на основе жизненного опыта И еще каких-то вещей Или, если нету у них юридического образования То они должны окружить себя бандой умных юристов Правильно? Людей, которые знают юридическое образование Ну, как минимум, да, конечно Ну, вот сидишь ты такой умный сенатор в Совете Федерации Фамилию называть не буду Во-первых, не уверен, что правильно ее назову А во-вторых Неприятно Называть Во-вторых, фамилию называть неприятно Потому что вчера, когда давал одному уважаемому телеканалу интервью Сказал, что Ну, как так? Понимаешь, если бы бабка Дуся вот во дворе Допустила бы такую юридическую оплошность Я бы сказал Бабуль, ну ты не в материале Но когда сенатор Так сказать, развивает по федеральному собранию Такую пургу То я начинаю волноваться Все ли у него хорошо, так сказать Не пострадали ли какие-то отделы мозга от коронавируса Поясню, в чем тут дело Да, вот я хотел попросить Значит, ну у нас Не поверишь У нас, так сказать, несмотря на март месяц Очень снежная зима Много сосулек Дерева не выдержит Дерева падают Сосульки летят с крышки А у нас же сенаторы и законодатели Они вообще мыслят ситуационно То есть сегодня идет снег Значит, сегодня чистим снег Шел, значит, увидел незакрытую крышку люка И принял законопроект Заварить все крышки люков, да? Вот И здесь такая же история Значит, некий сенатор Предложил внести поправки в закон об ОСАГО Сейчас держите себя в руках Друзья мои, если вы автомобилисты Потому что нормальному здоровому человеку Мне долго не удавалось Эту всю новость уложить в голове Значит, он предложил в качестве рисков Которые страхует ОСАГО для автомобилиста Ввести в том числе и риски Связанные с повреждением автомобиля От падения дерева или сосульки Это в ОСАГО? В ОСАГО В ОСАГО Ты молодец, ты задаешь правильный вопрос Потому что в КАСКО В коммерческом страховании Там это есть, да? В каких-то есть, в каких-то нет Там коммерческое страхование ОСАГО Я, значит, сижу на попе ровно Включаю мозги И читаю аббревиатуру расшифровываю Обязательное страхование Автогражданская ответственность То есть ответственность Которая возникает в отношении меня В случае, когда я допустил нарушение Правил дорожного движения Которое повлекло причинение Материального ущерба третьему лицу Я правильно понимаю, господин сенатор Что вы, так сказать, решили Что сосульки и дерева Перед тем, как упасть Должны проверить наличие у них по карманам Поле страхования есть Понеслась Сейчас он в крышу вон того вот автомобиля И когда сосулька прилетела В крышу автомобиля То, значит... То у вас страховая компания сосульки Страховая компания сосульки Идет и выплачивает автомобиль За то, что их сосулька криво ехала В этом месте я привык делать паузы И говорить в последнее время Занавес Потому что ничего более тупого Просто невозможно было предложить При этом, при этом Смотри, история-то как выстроена Понимаешь? Беззащитные автовладельцы Не знают, как им поступать В этой ситуации Обычный гражданский иск Который вменяется, значит, управляющей компанией Тому, кто ответит за дерево За сосульку Садово-парком у хозяйства То есть тому, кто это дело обслуживает И если, кстати, должен тебе заметить Если, допустим, управляющая компания Сталкивается с тем, что сосульки С их дерева совершают массовый падеж На автомобиле Или, допустим, они несут серьезные убытки От такого безобразного поведения сосульок То они должны просто пойти в страховую компанию И сказать, мы хотим застраховать Нашу гражданскую ответственность В отношении третьих лиц При выполнении наших уставных Так скажем, функций Уставных обязанностей Для этого не требуется никакой ОСАГО, еще что-то такое И так далее, и так далее, и так далее Ты и я, мы можем с тобой Застраховать нашу гражданскую ответственность Знаешь, в отношении чего? Например, ты плохо следил за своими трубами Или боишься, что ты не закроешь кран с водой На кухне И вода протечет, затопит соседа снизу Я боюсь, да, например И ты можешь эту гражданскую ответственность Застраховать Существуют такие страховые продукты Которые это страхуют Это не ОСАГО Это не автогражданская ответственность Она не возникает В результате управления сосулькой То есть в результате того В данном примере Что пришел некто Открыл у меня кран Ну или ты забыл Неважно Допустим, ты страхуешь просто Вот ответ Что-то возникло Труба рванула Кран сорвал Я не знаю что Ну, так сказать Это просто гражданская ответственность От причинения ущерба В результате своей деятельности Это не автогражданская ответственность Вот я вскидываю руки к небу И говорю Ну как так Ну ты же сенатор А что говорят остальные сенаторы? Слушай Остальные сенаторы Как правило Когда они не знают Что нужно говорить Они по тупе взоры молчат Потому что Я довольно часто Сталкиваюсь с ситуацией Ну, как ты понимаешь В силу своей деятельности Я сталкиваюсь с ситуацией Которая носит Сурово специальный характер Здесь нужно пригласить специалиста И задать ему вопросы Вот в этой ситуации Прежде чем гнать Вот эту чушь В эфир Причем, понимаешь То есть Мы сейчас находимся В электоральном То, что называют Депутаты Периоде Когда идет Ярая неистовая борьба За голоса избирателей За электорат Но в результате Этой борьбы Мы, так сказать Столкнемся с тем Что написал Петр Алексеевич Петр Великий Петр Первый По отношению того Как должен подчиненный При начальнике Иметь вид Дабы глупость Каждого была видна Была видна Я серьезно готовлюсь К тому, что Это первая ласточка Того, что значит В позитивном электоральном порыве Сморозил глупость И набрал очков в минус Он должен был Скорее всего Пригласить к себе Кого-то из страховщиков Людей, которые знают Страховое дело И рассказать им это дело На выходе У него должен был Родиться Более простой Друзья мои продукт Он должен был Внести Какие-то поправки Или какие-то изменения В законы Которые регулируют Жилищно-коммунальное Хозяйство Которые бы Обязали Управляющей компании Или компании Которые обслуживают Значит Садово-парковые Хозяйства Страховать Свои гражданские Риски В отношении Третьих лиц А То есть Висит сосулька На доме За дом Отвечает дворник Коля И эта сосулька Он ее не убрал Она упала На машину Повредила И значит Страховая компания В которой застрахован Риск Она выплачивает За ремонт автомобиля О, слушай Это интересная мысль Кстати, управляющая компания Запросто может потом Прийти к дворнику Коли С регрессным мысльом Сказать Коля Козел Надо было сосульку убрать И в общем Такая себе история Она очень простая Находится на плаву Это сейчас мы не про автомобильную тему говорим Мы говорим про мозги В головах законодателя Федерального уровня Но вышел же Понимаешь Не постеснялся Причем Так сказать Озвучил на всю страну Вот эту глупость И она пошла по каналам Я просто удивляюсь Ну как Ну люди обрадовались Наверное О, здорово Не пробовали вы думать Перед тем Как говорить Вот такая себе история Дим У нас всего 30 минут У нас еще будет коротенькая песня От группы Битлз Давай сейчас тогда Про алкоголь Потом Битлз И потом страсти по экзамену Значит все С ОСАГО Закончили С ОСАГО Да Она действительно С ОСАГО Друзья мои Ну мы еще вернемся Спасибо сенатором Спасибо Встречаемся снова на выборах Так Алкоголь Что касается алкоголя Ну ГИБДД На прошедшей неделе Чуть раньше Там две недели назад Они анонсировали Что они Предлагают сурово Ужесточить наказание За Рецидивы При управлении Транспортным средством В состоянии алкогольного опьянения Ты знаешь Что эти Ну то есть Не все знают Что существует Во первых у нас Уголовная трансляция Управления Транспортным средством В состоянии алкогольного опьянения Речь идет о том Что Тебя Значит Поймали В состоянии алкогольного опьянения Тебя лишили Права управления Транспортным средством А ты, то, что называется в российской действительности, все равно, да, ты сел за руль и в состоянии алкогольного пьянения тебя поймали. Дорогой друг, тебя ждет уголовная статья, 264-я часть первая, там штраф до 200 тысяч, по-моему, или 200 тысяч, и какой-то срок. И ГИБДД предлагает этот срок ужесточить, там с 200 тысяч штраф сделать до 300 или до 500, и годы, посвященные алкашке в тюрьме, их тоже увеличить. У меня вопрос сразу, во-первых, с какой целью они так, ухудшилась ли статистика, то есть они стали больше ловить таких людей, это первый вопрос. И второй вопрос, что имеется в виду повторное, если я лишен и сел опять пьяный, вот тогда вот это, а если я сел трезвый, я лишен, но я трезвый, но надо было. А это управление транспортным средством без права управления транспортным средством, там 5 тысяч штраф, и машинка поехала на штрафную. Ага, то есть, значит, мне нужно напиться в хлам, врезаться в столб, меня поймали, отняли все. Я не очень вижу, Саш, как ты напился в хлам, ну, возможно, это может быть. Ну, я не про себя, конечно, да. И нужно второй раз сесть пьяным, уже будучи лишенным, да, и вот тогда ты сядешь. То есть это, это, я обращаю внимание твое, смотри на что, что этот человек, судя в диспозиции этой статьи, это суровый беспредельщик. Да, ну, получается, да. Это не просто дорожно-транспортный рецидивист, а это пофигист по отношению к обществу. И таких, я думаю, не очень много, понимаешь, чем дело. Вот я про это и хотел спросить. Поэтому, похоже ли это на борьбу с пьянством за рулем, я сомневаюсь. Аэрбэк. Аэрбэк. Дмитрий Попов, автоэксперт мирового уровня, ну, уж всяко умнее, чем Байден, давай скажем так. Байден забывает, а ты все статьи помнишь. Я должен в этом случае ничего не говорить и сказать. Да, 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 сейчас это модно, да. Итак, мы говорили об алкашах. И, ну, концовка по теме с алкашами, она выглядит очень грустно. Почему? Потому что суровость российского законодательства по-прежнему с лихвой компенсируется необязательностью его соблюдения. Понимаешь, вот управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сколько бы ни подпрыгивали создатели лазерно-терминальных детекторов всяких разных, это все равно нарушение, которое выявляется только руками. Имеется в виду, что нужен живой инспектор, который остановит водителя, которому кажется, что едет неуверенно в себе, и заставит его дышать в трубке. И вот до тех пор, пока у нас вот здесь вот количество алкашей за рулем, скорее всего, что не сокращается. Судя по тому, сколько два праздника, новогодние и вот весенние праздники 23 февраля задерживают водителей, ну, цифра, мне кажется, смешная. То есть она не то, что не соответствует действительности, а она даже в выборке по отношению к тем, кого проверили, мне кажется, комедий клуб. Мне думается, это все равно уже прошлый век. Мне кажется, люди вообще меньше пьют, и за рулем как-то все-таки это становится немодно. Слушай, здоровый образ жизни в тренде, но на самом деле более серьезную опасность для системного создания угроз имеют и несут люди, которые двигаются на остатки. То есть он считает, что он не пьяный, а у него там остаточное опьянение. Потому что он хуже оценивает, не совсем правильно оценивает свое состояние. Но дело-то не в этом, понимаешь? Если мы говорим, что количество пьяных не уменьшилось, а количество гаишников неуклонно сокращается, то есть мы делаем все для того, чтобы надзорный орган, который должен за этим следить, он сокращался. То есть он теряет свою возможность. При этом, при этом, вот все время говорят, ну, вы зашибись, вы такой предлагатель. Давайте все-таки с вами пообсуждаем, а сами-то вы чего предлагаете? Ну, во-первых, у меня есть глубокое убеждение, что нужно серьезно либерализовать процесс проверки на состояние алкогольного опьянения по отношению к сотруднику надзорного опьянения. А что это значит? Сейчас инспектор подозревает водителя, что он в состоянии алкогольного опьянения. Он должен его остановить. Я считаю, что вы пьяный. На основании перечня этих самых составить, вынести постановление об отстранении от управления. До того, как. Потом вынести постановление о проведении освидетельствия на состоянии алкогольного опьянения. Потом он, допустим, отказывается составить протокол. Или он поехал на освидетельство. Не еще что. Бабка за детку, детка за репку. Это такой геморрой, который мало того, что трудно организовать, всегда очень просто опротестовать. А вот вы меня не отстранили от управления. Какого черта? А вот вы то не сделали. Надо сделать так, чтобы эта процедура в нормативно-правовом поле была сильно попроще, но при этом сохранялась презумпция невиновности. Так так же было. Помнишь, достается этот алкотестер милицейский. Подышал в трубочку, все, свободен. Упаковали. Ты понимаешь, что дело? Прямо на месте поняли. Я тебе поясню, какую историю. Я считаю, что нужно ввести понятие первичная проверка. Вот не составлять никаких протоколов и так далее. А вот первичная проверка прибором менее строгого качества. Инспектор проверяет. У него нет оснований для того, чтобы бодрить человека на лжевые показания приборов. Все, кто говорят, а вот они подставляют, там ватки со спиртом и так далее. Друзья мои, если мы все по разу дыхнем в этот прибор, мы неожиданно увидим, что инспектору ничего придумывать не надо. И подстав делать не надо. Ну, такое количество народу, кто надышит больше, чем 0,16 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе, что это просто бегать не за кем. То есть имеешь в виду, что мы остановили 100 машин подряд. И из них много кто надышит? Хотя они все трезвые. Ну, машин 10 надышит. Серьезно? Да. Да, я думаю, что надышит. Получается порог срабатывания какой-то? Или надо промилле разрешать опять? Нет, так они разрешены. Но это, еще раз говорю, не разрешены, чтобы вы не делали неправильных выводов. А речь идет об уровне, который установлен, конвенция о дорожном движении, что страна, участник конвенции, должна иметь уровень ненулевого значения, который бы позволял идентифицировать состояние. То есть пить вообще нельзя. Но если у вас какие-то там пары надышались, если они меньше вот этого, то ты считаешься типа трезвой. Меньше 0,32 промилле или, что более популярно сейчас, приборы разградуированы в миллиграммах на литр. 0,16 миллиграмм на литр. Если меньше, то ты считаешься трезвым. Если столько и больше, то ты считаешься пьяным. И надо ввести понятие первичная проверка, которая не предполагает ни протокол, ни какие-то действия. И создать регламент, когда я останавливаю и прошу, дыхните в этот прибор, да, там одноразовый вот штук что-то, но дыхните. Это прибор грубого показания. Я проверил, вы трезвые езжайте. Это упростит, убыстрит проверку, увеличит объемы проверки. Мы же живем в такой технологический век. У нас меряют уровень... Измеряют, Саш, меня как метрологу с серпом. Да-да-да-да. Количество кислорода в крови, разные там датчики, которые мгновенно действуют. Вот сейчас этот ковид, температуру меряют. Прямо вот. Неужели нельзя придумать что-то такое, чтобы выдавать полиционерам, чтобы он тебе, ну не знаю, делал мазок, вот прямо тут же, и сразу раз, и все. И никто не может переспорить. Саш, ну я думаю, что все равно протокольно-понятийная система, то есть понятые, и корпоративность юридического установления состояния, она нужна, то есть понятые нужны, и там какие-то процедуры нужны, для того, чтобы зафиксировать, чтобы не было единоличной тоталеризации принятия решения. Но первичную процедуру надо упростить, первичную, чтобы можно было быстро валом много людей проверять. Стоит 3-4-5 инспекторов на Пулковском шоссе, и они, как только освободился, следующего выхватывают. То есть 10% в потоке стоят, и утром с 7 до 9 проверяют. Первичной проверкой. Если он что-то загудел у него, запищал, он говорит, предлагаю вам пройти проверку на состояние алкогольного опьянения от наркологической лаборатории. Я не вижу разницы с тем, что сейчас, и с твоей первичной проверкой. С тем, что сейчас разница, во-первых, гаишников мало, просто их мало. Так это другое дело. Их просто мало, их должно быть больше. Так мы говорим о процедуре или о том, что... И о процедуре, и процедура сложна, бумаг надо, понимаешь? Вот сейчас меня инспектор остановит, он не может мне сказать, предлагаю провести проверку. Он должен сначала составить мешок бумаг. И вот либерализация этой процедуры, введение первичной проверки и одновременно с этим увеличение штата сотрудников, заточенных под борьбу с такого рода нарушениями, выведет эту ситуацию почти в ноль. Почти в ноль. А тогда уже можно говорить об ужесточении законодательства. Потому что у меня есть вторая часть моей инициативы. Давайте все-таки составим градационную шкалу. Вот при таких уровнях столько. Во многих странах мира вот такие уровни, это такое наказание. А больше какого-то уровня. То есть, когда видно, что ты не на остатке, а ты по нахалке, то мы тебя в тюрьму сажаем. То есть, наступает уголовка сразу. Не после того, как ты там в ДТП попадешь, или мы тебя поймаем повторно. А сразу уголовка. И об этом только обязательно сообщить всему населению. Да, 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 да. Всему населению сообщить, разгардуировать. То есть, есть какой-то минимальный, который находится в административке. Напомню, что сейчас у нас в состоянии алкогольного опьянения все в административке. Вот это будет тот, кто больше нормы, он в ужесточение попал. А тот, кто находится в диапазоне, он попал в административку. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ГИБДД сейчас у них кризис жанра. В основном, касающиеся инициатив, идей, предложений, генерации чего-то нового. Они очень похожи на ситуацию, когда ложная беременность, честно. Вот раздувается правами. Ой, да, закончили с алкоголем. Аэрбэк. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Продолжаем. Ты говорил много новостей. Есть какие-то позитивные? Разрешили ездить без прав? Шкаф собрал я. С 10 лет в воздух. Шкаф в прихожей собрал. Вот единственная позитивная новость. Сегодня утро началось с того, что у меня такое впечатление, что я временами, когда даю интервью, я то ли не в микрофон говорю, или я тихо сказал что-то там, я не понимаю. Значит, утро началось с тотального наезда средств массовой информации на меня. Дайте комментарий по поводу нового порядка приема экзаменов. Беседуя с одной из корреспонденток, я ей объясняю там всю историю с автодромами и так далее. Она говорит, какие автодромы? Они же отменяются. Опять? Я говорю, как так? Как так? Вот я сижу перед тобой, такой весь хороший эксперт в рабочей группе при правительстве Российской Федерации, который написал два заключения. Одно отрицательное, а второе не то чтобы положительное, а такое. Знаешь, это я написал, ну пусть будет. Раз у них кризис жанр, они не могут родить новое. А самое главное, в последнее время я утратил понимание, а зачем нам нужен такой регламент. То есть вот сейчас у меня резко вдруг возник вопрос, на кой нам нужен этот регламент, если мы шаг за шагом, изменяя все, что в нем было глупого, вернулись почти к прошлой процедуре экзамена. Значит, и дальше я сегодняшний день должен назвать не вопросом рассмотрения того, как будет процедура экзамена, а я, к сожалению, должен сказать, что сегодняшний день у меня называется страсти по регламенту. Страсти, прямо страсти. Реально, реально просто. Погоди, ты говоришь о регламенте сдачи на водительское. Процедуре выдачи водительского удостоверения, включая, соответственно, и экзамены. Так она, по-моему, за столько лет, она достигла идеала, там нечего уже как бы делать. Она не достигла идеала, нет предела совершенству. Но должен тебе сказать, что она настолько далеко находится от идеала, настолько далеко, что... Ну, давай просто порассуждаем. У нас две вещи должны быть и должны быть на хорошем уровне, чтобы получить права. Нужно знать и нужно иметь практическое какое-то, да? Да, да, да. Значит, у нас есть практика и знания. В части, касающиеся знать, значит, в течение прошедшей недели я проводил аналитику по экзаменационным билетам. И коллеги из ГИБДД, не дрожите, я пока не буду публиковать ваши ляпы, хотя я знаю теперь, что... А у тебя есть коллекция? Слушай, это не коллекция, это катастрофа. Это катастрофа. Я готовлюсь принять участие в этой работе, но количество ошибок и ляпов в экзаменационных билетах огромное. У меня на блокнотике в перечислении там несколько десятков вопросов. Напомню, что их всего 800. Вот. Ну, пока не публиковать. А скажи, пожалуйста, неправильные вопросы, они вообще вносят сумятицу в мозг человека? Конечно, конечно. Насколько опасно ты привык, выучил, как думаешь, что правильно, а на самом деле... Ты понимаешь, в чем дело. Экзаменационный процесс является составляющей, в том числе и в качестве контрольно-проверочного материала, является составляющей знания, потому что мы учимся на то, что будем потом делать. И когда мне ученица спрашивает, а вот по правилам вот так, а в билете правильный ответ такой. Я говорю, ну, ты что от меня хочешь, пиши тому, кто... А такое есть, да? Немеренно. Это называется нарушение норм материального права. То есть ты хочешь сказать, что человека зарезали, зарубили, а она потом выясняет? Если машина ставит, что он не сдал, можно пойти обжаловать. Я про 30-й билет, 6-й вопрос, если кто сомневается. Но я таких ляпов нашел там приблизительно полтора десятка. Давай все-таки про автодром. Давай один раз все-таки, раз уж у нас осталось полторы минуты. Значит, друзья мои, все, кто говорят, что автодромы отменяются, это ложь. Это ложь. Это ложь. 94-я страница административного регламента, их 111. 94-я страница административного регламента, приложение 8, пункт 1, последний абзац, предпоследний абзац. Там сказано все. У меня на стене ВК висит эта фотография, этой страницы, там красненьким обведено. Абзац начинается со слов. На автодромах, автоматизированных автодромах, закрытых площадок. Мы 157 тысяч раз про это сказали, никто все равно не слышит. Будет ли ужесточение экзаменационного процесса? Да, будет. Если вы что-то не сдали, если вы что-то не сдали, то в этом случае вы будете переиздавать все вождение по новой. То есть, например, сдал автодром, не сдал город. Значит, в следующий раз даешь опять автодром. Ну как, я же уже сдал автодром. Ну вот, теперь это все единая процедура. Но площадка остается, фигурное вождение остается. Мы долго искали тех счастливых обладателей Бентли и Мазерати, которые согласились бы предоставить свои автомобили для отработки парковки задним ходом в гараж. Не нашлось. Сказали, что пусть сотрудники Главного управления ГИБДД России предоставят свои личные автомобили для отработки параллельной парковки. Они, судя по всему, тоже против. Они, как Байден, молчат. Значит, второе усложнение. И оно суровое. Вот суровое суровее не бывает. Сейчас ком не сдавших повалится на всю катушку. Почему? Раньше у нас было, вот сейчас у нас до 1 апреля, 5 штрафных баллов ты можешь набрать, 4 балла на автодроме. И закрыли процедуру. И 4 в городе. Пятый балл отправляет тебя. Что там, что там. А теперь, внимание, друзья мои, Ахтунг, всего 5 баллов на все, и автодром и город вместе в сумме. То есть 2 и 2, и если один, еще пятый, и все. Например, ты 3 балла набрал на автодроме, у тебя на город резерв остается всего 1 штрафной балл, в ходе которого, если ты пятый набираешься, то ты отправляешься в городе, ты должен ездить просто как виртуоз. А при текущей ситуации обычно, в среднем, поскольку набирают эти штрафные баллы? Обычно валятся все на автодроме, понимаешь? Обычно все валятся на автодроме, потому что, чтобы научить человека быстро, хорошо выполнять фигуры, в общем, как бы требуется потратить время. А автошкола среднестатистическая коррупционная помойка, она этого времени, конечно, тратить не хочет. Какая возникла проблема? Почему я говорю страсти по автодромам? Потому что разрывается и нет, разрывается мой телефон звонками со всех сторон. Разъясните, Дмитрий Владимирович, так как же все-таки ученик садится на автодроме, покатал фигуры и с последней фигуры умчался в город? Или можно сначала покатать фигуры, а потом все, кто фигуры сдали, значит, они поехали и в городе там сдают. Я сегодня перечитывал регламент вдоль, потом поперек, потом понюхал, надкусил, попробовал на вкус и не нашел обстоятельств. Вот сейчас скажу юридически, господа сотрудники ГИБДД. Слушайте, не нашел обстоятельств, которые бы указывали на слитное выполнение процедур. Не нашел такого рода обстоятельств. То есть, что нельзя? Я не нашел указания на то, что нельзя фигурное вождение и вождение по городу разделить по времени. Там сказано, что общее время экзамена по вождению должно быть не более 30 минут. Из чего, кстати, делаю вывод, что оно складывается. Из времени, проведенного на фигурном вождении, проведенном в городе. То есть, тот, кто вставлял слово «общее» в этот пункт, предполагал, что может разойтись по времени. То есть, 15 минут отъездил на автодроме. 3 минуты, 3 минуты, 3 минуты, Саш, на автодроме, 3-5, как правило. И 20-25 минут в городе. А можно 3 минуты там, потом пошел поел, посидел, покурил. Да, 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 да. Видишь, в чем дело? Я задавал вопросы некоторым городам России. И мне сказали, что они готовятся проводить раздельно. Потому что технологически невозможно. И у нас в нашем городе то же самое. Технологически проводить этот процесс совместно невозможно. Напомню, что у нас 2 автодрома на Шоссе-Революции и 15 маршрутов сдачи по городу. Все быстро, коротенькое время, приблизительно соотношение 5 и 25. Коротенькое время все группы прокатали автодром и уехали по маршрутам. Все получилось. Если только ГИБДД в Москве скажет, что это должно быть слитно, пропускная способность нашего автодрома, нашего ГИБДД по части экзаменов снизится в 7 раз. Как я это посчитал? Очень просто. Я 15 разделил на 2. Вместо 15 возможностей принять осталось 2. Осталось 2 в 7 раз. Соответственно, чем грозит эта глупость? Она грозит тем, что очереди на экзамены вырастут. Ожидание экзамена вырастет. Тотальное всенародное недовольство. Потому что программу давно выполнили. Навык теряем. И экзамен не сдаем. Дмитрий Попов на Моторадио в рамках программы Аэрбэк. Большое спасибо, Дима. И до новых встреч. Всем хороших выходных. Счастливо. Пока. Пока. Продолжение следует...